В настоящее время мы находимся с вами в операторной Куб ПКБ, где ведется круглосуточная работа. Часть технологического процесса ведется непосредственно с компьютера управления, часть операторов находится на территории непосредственно установки. У этом помешкании находится мозг новой установки Мазырского нафтоперепроцентного завода. Ее полная назва – комбинованная установка в творчестве высокооктановых компонентов бензину. За долгой формулиукой, в творче объект, дякуючая кому, завод смог зарабить продукцию больше экологично чистой и поднять ее якость до европейских стандартов. Ранее некоторую сыровину МПЗ был вымешен куплять за ножой. Эта же установка дозволит выраблять такую же сыровину на белорусской зоне и про это экономить миллионы долларов. До приклада за минулый год на замежные компоненты потратили больше 28 миллионов долларов. Теперь эти гроши застаются в бюджете завода. До речи, это обстановление не один, а запущенное в этом году. В уголе, в 2016-м, устрой увели три новые участки. Первым из них была установка адсорбционной очистки бутановой фракции. Адсорбционная очистка позволяет улучшить качество сырья, который поступает на переработку и, соответственно, улучшает и качество получаемой продукции. В третьем году устрой была увидена установка по выдворчасти серы, которая так само мая экологичную накерованность. До речи, модернизация дозволила створить на предприемстве новые опрационные места. Додатково сюда приняли амальство специалистов. Кроме того, сейчас ведется строительство гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Это большой комплекс, очень серьезный комплекс. И уже сегодня мы готовим туда специалистов. В текущем году вообще у нас будет создано 222 новых рабочих места. То есть мы в этом году примем 222 человека на новые рабочие места. Будовничество этого комплекса даст мягчимость повеличить глубину перепрацелки нафты на 90%, а разом с тем и выпуск дизельного палева с низким утроманним серы. Реализовать буйный инвестпроект плануют в ближайшие 4 годы. Ганна Ковалева, Валерия Гопанько, Телерадо, компания «Гумель» из Мазырского района.